Владимир Владимирович, преподавая историю, я сталкиваюсь с тем, что приходится часто прибегать к объективным оценкам прошлого и в преддверии приближающегося векового юбилея Великой Октябрьской революции, по-разному трактуя, конечно, это название. Мы понимаем, что надо учитывать и патриотическую составляющую в развитии личности подрастающего поколения, и уважительное отношение к прошлому, зная, что вы относитесь уважительно и к своим предшественникам, как политическим и государственным деятелям, руководителям нашей страны, и уважительно бережно относитесь к культурному и историческому наследию нашей Родины. Немного диссонансом прозвучали ваши слова по поводу оценки личности основателя Советского государства на последнем Совете по науке. Опять поднимаются вопросы, насколько актуален ли вопрос о перезахоронении Владимировича Ленина. Но чтобы пресечь какие-то попытки разных, кого бы ни было, вбивать клин в наше единое российское общество, имеющее разные политические предпочтения, с тем, чтобы подрастающее поколение всегда имело стабильное, преемственную патриотическую составляющую в своей личности, не могли бы вы прояснить свою позицию по поводу этого вопроса? Если он даже не современен, но вопрос бужируется, и раз возникают опять-таки разные ситуации, ваша позиция очень важна для нас. Спасибо. Пожалуйста, сформулируйте вопрос. Вопрос о вашем личном отношении по личности основателя Советского государства и по теме актуальности или вопрос перезахоронения Владимировича Ленина. Что касается перезахоронения и других вопросов подобного рода, это, вы знаете, мне кажется, нужно к этому подходить очень аккуратно, чтобы не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество. Нужно, наоборот, восплачивать. Вот это самое главное. Теперь по поводу оценок и той очень небольшой дискуссии, которая у нас там развернулась на Совете по науке образования, о чем шла речь? Ну и вообще, если вы спрашиваете о моих оценках, вы знаете, я так же, как и миллионы советских граждан, 20 с лишним миллионов, был членом Компартии СССР и не просто был членом Компартии. Почти 20 лет проработал в организации, которая называлась Комитет государственной безопасности СССР, а это организация-наследница ЧК, которую называли вооружённым отрядом партии. И если человек по каким-то соображениям выбывал из рядов Компартии, его немедленно увольняли и из КГБ. Ну, я не был таким, знаете, по необходимости членом партии. Не могу сказать, что я был совсем уж таким идейным коммунистом, но я, тем не менее, относился к этому очень бережно. И в отличие от многих функционеров, я не был функционером, с партийной точки зрения я был рядовым членом партии. В отличие от многих функционеров, я не выбрасывал партийный билет, не сжигал его. Я сейчас не хочу никого осуждать. Разные мотивы могли быть, и это их дело, как поступить. Ну, Компартия развалилась из Советского Союза, у меня билет до сих пор где-то там лежит. Но есть, да, и мне очень нравились, и до сих пор нравятся идеи коммунистические, социалистические. Они, вот если мы посмотрим кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, он очень напоминает Библию. И это не шутка. Это такая выдержка из Библии на самом деле. Идеи-то они очень хорошие, равенство, братство, счастье. Но практическое воплощение этих замечательных идей в нашей стране, они были далеки от того, что излагали социалисты-утописты. Сен-Симон, Оуэн. Наша страна не была похожа на город солнца. Ну, все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление советской власти? С массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, но просто такой наиболее вопиющий пример – это уничтожение, расстрел царской семьи. Но могли бы вместе с детьми, но могли бы быть еще какие-то идейные соображения по поводу того, что нужно искоренить, так сказать, возможных наследников. Но зачем убили доктора Боткина? Зачем убили прислугу людей, в общем-то, пролетарского происхождения? Ради чего? Ради того, чтобы скрыть преступление. Ведь, понимаете, мы никогда раньше об этом не задумывались. А, ну хорошо, сражались с людьми, которые воевали с советской властью, с оружием в руках. А священников-то еще уничтожили. Только в 2018 году 3000 священников расстреляли. А за 10 лет – 10 тысяч. На Дону там сотнями под лед пускали. Когда об этом начинаешь задумываться, когда появляется новая информация, по-другому многие вещи оцениваешь. Вот Владимир Владимирович Ленин в одном из писем, по-моему, Молотова, писал, что чем больше мы реакционных представителей буржуазии и священнослужителей, я дословно цитату не помню, расстреляем, тем лучше. Вы понимаете, такой подход как-то не очень вяжется с некоторыми нашими бывшими представлениями о самой сути власти. Экономика. Да, роль в развале фронта Первой мировой войны партии коммунистически тоже известна, но большевистской. Получилось что? Что мы проиграли проигравшей стране. Через несколько месяцев Германия капитулировала, а мы оказались проигравшей проигравшей стране. Уникальные случаи в истории. А ради чего? Ради борьбы за власть. Как вот мы, зная сегодня это, оценивать должны вот эту ситуацию? С огромными потерями для страны, с колоссальными просто. Затем экономика. Ну, ведь к НЭПу уже перешли почему? Потому что даже продразвёрстка не сработала. Ну, не смогла. Невозможно было обеспечить крупные города, крупные города, продовольствию. Поэтому, чтобы перешли к рыночному хозяйству, к НЭПу, потом быстро его свернули. Вместе с тем, и нужно это, вот, это, знаете, вот то, что я сейчас говорю, это мои личные, мои личные, так сказать, выводы, мой личный анализ. Плановое хозяйство имеет определённые преимущества. Оно даёт возможность сконцентрировать ресурсы общегосударственные на выполнении важнейших задач. Так были решены вопросы здравоохранения, в чём безусловная заслуга Компартии того времени. Так были решены вопросы образования, безусловная заслуга Компартии того времени. Так были решены вопросы индустриализации в оборонной её части. Я думаю, что если бы не концентрация общегосударственных ресурсов, Советский Союз не смог бы подготовиться к войне с нацистской Германией. И велика была бы вероятность поражения с катастрофическими последствиями для нашей государственности, для русского народа и других народов Советского Союза. Поэтому это все безусловные плюсы. Но в конечном итоге нечувствительность к изменениям, нечувствительность к технологическим революциям, к новым укладам технологическим привела к коллапсу экономики. Ну и, наконец, самое главное, почему я говорил, что нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель Советского государства Ленин Владимир Ильич. Мы-то говорили о чем? О чем я говорил? О том, что была заложена мина под здание нашей государственности. Что я имел в виду? Вот теперь конкретно. Я имел в виду дискуссию между Сталином и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз. Если вы историк, вы должны знать, что Сталин тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. В соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии, с широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, рождающих Советского Союза. Тогда было четыре субъекта – Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, Юг России, Северокавказская Федерация, как она там называлась, вы лучше меня знаете. Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, но идея понятна, полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Мало того, что границы привязали этносы многонационального, по сути, унитарного государства к каким-то территориям, причем границы определяли совершенно произвольно и, в общем-то, далеко не всегда обоснованно. Ну вот Украину, допустим, Донбасс передали под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример. И других много. Значит, ну вот сам факт. Вот, скажем, культурная автономия – это одно. Автономия с широкими государственными полномочиями – это другое. А право выхода из государства – это третье. И в конечном итоге это, в том числе и это, в том числе, наряду с неэффективной экономической политикой и социальной, привело к распаду государства. Это и есть мина замедленного действия. А что же это иначе, чем не мина замедленного действия? Именно так оно и есть. И мы должны просто внимательно, имея в виду возможности сегодняшнего дня, анализировать все, что было в прежние времена. Но нельзя одной черной краской мазать все, что было в прошлом. Или в радужных тонах смотреть на то, что происходит сегодня. Надо внимательно, объективно анализировать для того, чтобы не допускать ошибок, которые были допущены в будущем, а выстраивать и наше государственное строительство, экономику, социальную сферу так, чтобы государство только укреплялось. И у нас такая возможность, в том числе с помощью Общероссийского народного фронта, есть.